Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской ЦРБ по детству, и Елизавета Николаевна Сазонова, врач-офтальмолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии со всеми вас наступившими праздниками. Нина Павловна, хотелось бы сегодня, конечно, поговорить в первую очередь о тех нововведениях, которые появились по приему детского населения в ваших лечебных учреждениях. Ну и вторая часть нашей программы будет посвящена здоровью глаз у наших замечательных и любимых деток. Итак, Нина Павловна, какие нововведения появились по приему детского населения? Мы Одинцовская ЦРБ поздравляют со всеми прошедшими праздниками. Мы рады, что мы пережили их, пережили очень даже хорошо. У нас не было тяжелых детей, и те детки, которые поступали к нам в отделение, они выздоровели, выписались. То есть праздники у нас прошли спокойно. С 1 января 2018 года вышел новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации о проведении профилактических осмотров детей раннего возраста и несовершеннолетних. Согласно этому приказу, у нас осмотр врачей специалистами у детей до года изменился. Если раньше врачи-специалисты осматривали деток в месяц, в 3 месяца, в 6 месяцев, определенные специалисты в год, то теперь, в частности, доктор Окулист будет осматривать деток в месячном возрасте, комплексное обследование совместно с другими специалистами, и только в 3 года, когда детки пойдут в детский сад, как правило, в 6, в 7 лет, в 10, в 13, в 15 и в 17 лет. Узнать всю информацию, когда, в какой срок они могут, дети пройти этот профилактический осмотр, дети до года могут узнать у своего участкового педиатра, дети более старшего возраста, это в школах, детских садах, вся информация эта вывешена на стендах, об этом знают все педиатры, все специалисты, поэтому мы думаем, что с этим нововведением количество необоснованных осмотров в поликлинике значительно уменьшится, а если будет какая-либо жалоба, какое-либо обращение, связанное с тем или иным заболеванием, конечно, детки смогут попасть на прием к специалистам в любые возраста, независимо от того, прописан у них декретированный осмотр или не прописан. Ну, информировать в первую очередь родителей будут врачи-педиатры. Да. И направлять, и уже в дальнейшем говорить, что у вас подходит срок, вы должны пройти тех или иных специалистов. Да, до года. Или не беспокойтесь, сейчас вам это не нужен осмотр, он будет у вас только в год. Да. Или в три года, если касается врача-окулиста. Но, опять же, повторимся, что если нужна помощь, то, естественно, запись врач-врача также приходит на прием к врачу-педиатру, и уже дальше попадает на прием к любому специалисту. Нужен ему доктор-офтальмолог, либо же он может справиться сам, доктор-педиатр, дав какой-либо совет, либо же записав его к тому или иному специалисту. И, по-моему, давно уже, ну, в общем-то, работает программа записей «Врач-врач». Вот все-таки оправдался на то, что касается именно приема маленьких пациентов. Вы знаете, да. Во-первых, мне кажется, родителям стало легче в плане того, что они могут записаться к тому или иному специалисту. Мама теперь, она не обзванивает колл-центры, она не сидит в интернете, она не ищет время, когда она может записать. Она приходит к доктору, и доктор-педиатр, медсестра, участковая медсестра, если мы говорим о профилактических осмотрах, она записывает ребенка к специалистам в декретированные сроки. Это обязанность медработников. Мы говорим сейчас о профилактических осмотрах. И если в той или иной ситуации медработник не записал маму с ребенком, это уже наша вина. И мы очень серьезно спрашиваем с каждого медработника, с каждого участкового врача, с каждой медсестры, которая сидит на приеме и обслуживает тот или иной участок, почему это не произошло. То есть, мне кажется, это стало проще. Это стало обоснование, запись к тому или иному специалисту. Потому что раньше у нас все это решала мама. Вот она решила, что ребенка нужно показать тому или иному специалисту. А обосновано это, не обосновано? Есть у нее анализы для прохождения этого специалиста? То есть, зачастую, чтобы прийти на прием именно к узкому специалисту, необходимо на руках иметь определенный перечень уже проведенных анализов и исследований, чтобы получить более точную картину по заболеванию. А так это, получается, начинают родители ходить по несколько кругов. Конечно. А здесь они пришли к педиатру. Доктор назначил им необходимые элементарные методы исследования. Но если мы говорим с вами о том же докторе-аллергологе или о докторе-пульмонологе, мы говорим, что нужно сдать кровь, мочу, нужно сделать рентген, можно взять мазок из зевой носа. То есть, те обследования, которые необходимы ребенку в данной ситуации, и которые педиатр считает, что для осмотра специалистам эти анализы будут необходимы. А прийти просто и сказать, что мы ребенок кашляет 4 месяца, ну, согласитесь, это не является абсолютной целью. И вряд ли поможет собрать точный анамнез и уже переходить и вылечить ребенка в каком-то диагнозе. Поставим мы тот диагноз. Поэтому мы этой системой очень довольны. Нина Павловна, в прошлом году была проведена вами большая кампания по вакцинации. Вот если говорить сегодня, зима в самом разгаре, практически завершается уже январь, вот все-таки меньше детей, заболевших в этом сезоне. Вы знаете, мы в прошлом году очень много детей вакцинировали от гриппа. Мы очень детей много вакцинировали от пневмококковой инфекции. Мы делали и привинар, мы делали пневмо-23, эту вакцинацию. В результате, я считаю, что вакцинация здесь оказывает очень большое влияние на процент заболеваемости детского населения. Если мы с вами, опять же, в конце 2016 года у нас уже был объявлен карантин по всей Московской области. И в 2017 году многие не вышли с зимних каникул и были продлены карантины. Да, в этом году. Количество детей, они болеют, но их не такое количество. И они не переходят тот порог заболеваемости, в результате которого мы должны объявить карантин. Поэтому вакцинация – это очень большое дело. И очень важное дело. Важное дело, да. То, что касается заболевания глаз. Елизавета Николаевна, с какими проблемами чаще всего обращаются к вам родители? И что сегодня, какие возникают заболевания глаз у наших деток? На сегодняшний день возросло процент заболеваемости по миопии. Также многие родители обращаются с спазмом аккомодации, потому что дети получают большое количество телефонов, компьютеров, планшетов раньше положенного срока возраста. Я рекомендую до трех лет воздержаться от всех просмотров гаджетов. Телевизор вводить ребенку максимум только с трехлетнего возраста. К сожалению, диагноз как миопия, который выставляется ребенку, лечению не подлежит. Что такое миопия? Миопия – это нарушение заднего отрезка глаза. Это уже является, бывает, приобретенной или врожденной. Врожденной мы выявляем уже у младенцев. На самом деле маленький процент, такой основной тех детей, у которых родители являются сами миопами, они передают генетически. Приобретенная близорукость, то есть миопия, она уже появляется за счет того, что ребенок в раньше времени пересмотрел либо телефон, либо планшет, потому что маленькое изображение, очень яркое, дает нарушение на сетчатку. Из-за этого фокус формируется у ребенка неправильно, и ребенок начинает терять зрение. Большой процент на сегодняшний день детей с таким диагнозом? Да, очень большой. У меня по статистике это третий пациент, пришедший за прием в течение дня, является уже миопом. То есть каждый третий. А сколько в течение дня вы принимаете? В среднем 38 человек. В среднем 38, это получается, если практически 10 человек, плюс минус. Если сравнить даже с прошлым годом. Это ежедневно. Да, даже сравнить с прошлогодним, если я даже для себя веду это исследование, за прошлый год в этом году очень усилился. Я пытаюсь родителям всех, потому что я веду детишек с месяца, проговаривать. Мои родители, которые уже посещали мой прием, уже достигли год, приходили ко мне в три года, пытаются продерживаться, не показывая детям плачеты и гаджеты. Эта группа риска, конечно же, отдаляется чуть-чуть подальше. Потому что, к сожалению, мы не можем дать гарантии, что ребенок не включится в нарушение зрения, потому что сейчас в школе вводятся электронные доски. Стоит вопрос о введении электронных книжек. Но все-таки офтальмологи, наверное, двумя руками против. Мы против, но мы не можем в программу образования войти. Поэтому пытаемся давать рекомендации родителям больше гулять с детьми. Это обязательно, минимум 2 часа в день. Сейчас очень мало детей гуляют у нас на улице. Я спрашиваю пациента на приеме, я говорю, сколько вы гуляете? А мы нисколько. Пришли из школы и сразу уроки делаем. То есть даже на всех конференциях, до которых поговорят, 2 часа в день минимум гулять, чтобы принимались в общекрепляющие витамины. Если есть начальные нарушения по зрению, постоянные профосмотры, профилактически проходили, чтобы окулисты не уходили. Если человеку поставили пациенту диагноз, то посещение окулисток каждые полгода. А все-таки какой выход дальше у родителей, детям которых поставили диагноз миопия? Что делать? Если оно не подается коррекция? Лечению миопия не подлежит. Она растет вместе с ростом ребенка до окончания фазы прекращения роста. Соответственно, это 18-20 лет. Сейчас он немножко продлился. Самая активная фаза пика роста близорукости приходится на переходный возраст. То есть 10-16 лет. Поэтому... Ну, то есть получается, что зрение будет ухудшаться. Да, зрение будет ухудшаться. Стабилизация есть у некоторых пациентов, но это в единице, сотые даже, можно сказать. Для этого мы рекомендуем пациентам либо начать очковую коррекцию. Очки помогают ребенку видеть лучше, но они не являются лечебным эффектом. Дополнительно подключать аппарат на лечение. Мы направляем. У нас есть организация, которая занимается по полюсу МС. У нас есть аппараты на лечение, которые очень хорошо, эффективно поддерживают близорукость на том уровне, на котором оно есть. Если же мы все-таки диагностируем, что миопия прогрессирует, мы наблюдаем в течение полугода и года этого пациента, мы уже рекомендуем, на данный момент уже по приказу здравоохранения, это ортокератологические линзы. Называется ночная линза. Ребенок одевает ее на ночь, спит с ней, снимает ее утром. Вид идеально 100%. В сегодняшний день ортокератологическая линза достигла 98% стабилизации близорукости. То есть, получается, на сколько этого эффекта хватает? Этот эффект хватает. Ребенок встает утром, видит идеально 100%. Вечером 6-7, у него зрение начает чуть-чуть падать. Ребенок вечером опять одевает линзу. Линза подбирается через год. Родитель сам принимает решение, когда приостановить линзу эту подбирать. Вообще подбирается ровно на год. Через год мы смотрим, насколько это прогрессирование, насколько вырос рост глаза, потому что неправильно форма глаза формируется. И почему возникает миопия? Потому что рост глаза не приостанавливается. С помощью этой линзы мы пытаемся приостановить искусственный рост глаза. Но есть ли вообще побочные эффекты? От линзы, если родители неправильно ее используют, неправильно ее ухаживают, за ней дезинфицируют, конечно же, есть побочные эффекты. Но это бывают единицы, потому что клиника, которая подбирает ортокирологические линзы, очень грамотная. Любой специалист объясняет родителям и ребенку, как нужно за ней ухаживать. Есть, конечно, небольшой процент, кому эта линза не подходит. Конечно же, мы с этим ребенком ведем хотя бы очковую коррекцию, витаминно-терапию и аппаратное лечение мы в воде. То есть мы такого ребенка не отпускаем, конечно же, его ведем до последнего. Можно ли использовать обычные линзы для детей? Из какого возраста вы бы рекомендовали или, наоборот, не рекомендовали до какого возраста? Можно вводить мягкие контактные линзы. Сейчас противопоказаний нет, какой-то определенный возраст. Как мы видим, есть у меня пациенты, которые из года подбирают линзы, мама сама им одевает. Наблюдаются, конечно, в московских организациях, в МОКОДЦД, бывает в МОНИКе. И пациенты из Морозовской клинической больницы к нам приходят, они возвращаются. То есть нет какого-то определенного срока, когда нужно ребенку одеть линзу. То есть если по показаниям мы уже и с месяца, и с года, и с трех, и с пяти, и с шести, с семи лет. Просто, опять же, какую цель мы преследуем? То есть для каждого близорукости определенных цифр есть определенные рекомендации. Чему вообще может привести близорукость? Если ее никак не корректировать, если не учитывать жалобы ребенка, как-то это списывать на что-то другое, не обращаться к специалистам, что может получиться в результате. Близорукость, я еще раз бы говорила, что она прогрессирует, она может расти, цифры вырасти высоких. То есть начинаем с минус 0,25, цифры могут быть бесконечные, минус 10, минус 12. То есть это на каком расстоянии уже ребенок не видит? Бывает, что даже движение руки ребенок уже плохо видит. То есть есть и такие пациенты, конечно, мы ими занимаемся, которые обращаются, уже запущена стадия, но мама не знала, и ребенок тоже не понимал, что он плохо видит. Соответственно, это, конечно же, в окружающем мире, он себя некомфортно чувствует. Поэтому и, соответственно, может привести к отслойке сетчатки, потому что давление увеличивается, внутриглазное, и может быть потеря зрения. То есть последствия весьма серьезные, поэтому, наверное, при первых жалобах или каких-то отклонениях в поведении ребенка необходимо обратиться сначала к врачу-педиатру, которую уже направят к офтальмологу. С какими еще проблемами к вам приходят родители? Обращаются? Приходят, ну, конечно же, астигматизм есть, это тоже нарушение переднего отрезка глаза. Тоже бывают врожденные, приобретенные. В основном приходят они с врожденным уже. Астигматизм, неправильная закладка органа зрения или тоже генетически передается от родителей. Такое тоже бывает. Но это, конечно, маленький процент, меньше намного, если мы сравниваем с миопией. Ну, соответственно, конъюнктивиты, это уже когда идет сезонное обострение, ребенок заболел, ОРЗ и ОРВИ, соответственно, идет вся инфекция, попадает уже в глаза. То есть с такими заболеваниями. Мы тоже работаем совместно с педиатром. Если это все-таки сезонная, это весна, осень, воздействие на каких-то аллергенов, то это аллергический конъюнктивит. Мы работаем вместе, конечно, с аллергологом, с лоррачом, бывает так, что подключаемся совместно. Елизавета Николаевна, еще раз попрошу вас повторить для наших телезрителей, основные правила, чтобы зрение у детей было стопроцентное. Сто процентное. С удовольствием повторю. До трех лет воздержаться от просмотра телефонов, компьютеров, планшетов, телевизоров. С трех лет вы начинаете вводить просмотр телевизора максимум 15 минут, увеличивая каждые полгода на 15 минут. Также, если ребенок у вас пошел в первый класс или началась начальная подготовка с 5-6 лет в школу, ребенка готовим, пожалуйста, начинайте вводить гимнастику для глаз. Есть сейчас много разнообразных гимнастик для глаз даже с 3-х летнего возраста. Ребенок имеет фиксацию в игровой форме, можно все это как-то предоставить. А в школе, конечно, сделал уроки, 40 минут позанимался, гимнастику для глаз занимает буквально 3-4 минуты. И витаминотерапию, и больше гулять на улице. Свежий воздух очень полезен для кровообращения. Тогда будут видеть детки хорошо, и не будут возникать проблемы, надо обращаться за помощью к специалистам. Да. Еще такое вот хотела дополнение сказать. Сейчас на сегодняшний день доказано, что если родители, у ребенка хотя бы один миопичный, миоп, риск у ребенка возрастает в 2 раза. Поэтому таким родителям, конечно, рекомендую почаще обращаться к врачу-окулисту. Если двое родителей, то уже риск возрастает без миопии в 4 раза. То есть необходимо все-таки следить и проходить все осмотры регулярно, не забывая это делать. Да, и еще хотелось бы нам сказать, что у нас есть медицинская реабилитация. У нас очень много есть возможностей, куда мы можем направить деток для того, чтобы они реабилитировались, поправили свое зрение и в федеральных каких-либо санаториях, и в санаториях нашего Подмосковья. То есть для этого им, опять же, нужно обратиться к участковому педиатру, который напишет им справку для получения путевки, а мы уже вместе с управлением нашим 10-м теруправлением подберем то место, куда ребенок может поехать, где он может реабилитироваться, получить достаточное лечение, обследование, и ребенок обратно вернется уже с новыми силами для того, чтобы учиться, расти, и глазки у него не будут уже так уставать, и он будет получать больше положительных эмоций. Поэтому обращайтесь к педиатрам, они обязательно куда-то либо дадут вам направление для получения санаторно-курортного, либо же реабилитационного лечения. Ну, я думаю, о программе реабилитации мы поговорим в наших следующих передачах. Спасибо, что были сегодня с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok